Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы и отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл, а и да в «МотоСтронг». Ссылки и контакты в описании. Сегодня мы с вами разберем один из последних малолитражных атмосферных двигателей VAG. Итак, встречаем – 1.2 MPI. Этот мотор относится к семейству EA111. Вообще, двигатели этого семейства, 1.2-литровые, появились в 2002 году и закончили выпускаться в 2015 году. Здесь у нас одна из последних модификаций CGPA. Он и его собратья выдают мощность от 60 до 75 лошадиных сил, а самые ранние версии выдавали 54 лошадиные силы. С такими характеристиками 1.2-литровые атмосферники подходят только для самых маленьких и скромных моделей VAG. Его устанавливали на Skoda Fabia 2, Roomster, Rapid, Polo 5, Seat Ibiza 4-го поколения и Toledo. Глядя на компактный легкосплавный блок, можно сразу отметить, что это трехцилиндровый двигатель. В его ГБЦ 12 клапанов, распредвалы приводятся зубчатой цепью Morse, а под коленвалом вращается балансир. Еще раз отметим, что эти двигатели выпускались до 2015 года. Двигатель 1.2 CGPA, как и его предшественники, совершенно заурядный, но не такой простой. Да, у него есть балансир. Например, японцы себе такой роскоши в трехцилиндровых двигателях не позволяют. Цепь ГРМ звучит здорово, но срок службы маловат, и ее замена требует лишних действий. Периодически владельцам машин с этим мотором приходится бороться с вибрациями и даже с отключением цилиндров. Причин тому много, и лучше сразу почитать ошибки и параметры работы двигателя. Виновником может быть убитый катализатор некачественным топливом, а также лямбда-зонд. В худшем случае может произойти прогорание одного из выпускных клапанов. Во время эксплуатации этого двигателя стоит обращать внимание на его нижнюю опору. Она, а вернее ее резиновый демпфер, со временем изнашивается, и из-за этого двигатель начинает покачиваться в продольном направлении при смене передач и при ускорениях. Вместе с этим появляются и толчки. Износ правой опоры проявляется в том, что двигатель наклоняется в ее сторону, то есть в пассажирскую сторону. Электронная дроссельная заслонка любит чистоту. Замечено, что она склонна загрязняться, но благодарить надо систему вентиляции картера. Если заслонка загрязняется, то двигатель хуже слушается педали акселератора, а также неровно работает на холостом ходу. Топливные форсунки двигателя 1.2 CGPA служат хорошо, но многое зависит от качества топлива. Отметим, что если отключилась одна из форсунок, то тогда проверьте косу проводов питания форсунок. Скорее всего, найдете протертый провод. Клапан системы вентиляции картерных газов двигателя 1.2 CGPA представляет из себя грибок, в который встроена подпружиненная мембрана. Так вот, если мембрана порвется, то двигатель начнет подсасывать воздух во впускной коллектор через отверстие в крышке грибка. Также может лопнуть гофрированная ножка грибка, из-за чего воздух пойдет во впуск. Из-за этого нарушится смеси образования, и двигатель будет неровно работать на холостом ходу. Этот двигатель у нас столбиком, без навесного оборудования. Но все, что нам нужно, мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Поехали! Этот двигатель оснащен индивидуальными катушками зажигания. При неровной работе на холостом ходу из-за пропусков зажигания надо обратить на них внимание. Скорее всего разрушились изоляторы катушек. Будьте осторожны при снятии катушек. За годы эксплуатации они прикрывают ГБЦ и могут развалиться при грубом выдергивании. Вообще для их снятия используют специальный съемник. Также можно зацепиться за катушки пластиковыми стяжками и дергать за них. Свечи зажигания стоит менять каждые 30 000 км, если вы используете обычные. Из-за неисправных и старых свечей зажигания этот двигатель может потряхивать на холостом ходу. Насос системы охлаждения приводится ремнем навесного оборудования. В оригинале имеет пластиковую крыльчатку. Этот узел ничем не примечательный. Обычно меняется по симптомам из-за люфта на вале и шкиве. Термостат этого мотора долго не служит. Обычно он заклинивает в открытом положении. В этом случае двигатель не перегреется, просто в холодную погоду будет недостаточно прогреваться, и печка будет недостаточно эффективно отапливать салон. В этом моторе используется зубчатая цепь ГРМ, и она не подходит к ранним двигателям 1.2 MPI и 1.2 HPI, которые практически идентичны этому мотору. Так вот, цепь эта служит до 120 000 км, а иногда она просилась на замену при сроке вдвое, а то и втрое меньше. Цепь растягивается со временем и пробегом, и об этом говорит шелест после холодного запуска двигателя. Ещё наблюдается небольшое снижение мощности двигателя, также вибрации при максимальном ускорении, а также звон цепи при отпускании педали акселератора, и также появляются ошибки по синхронизации распредвалов. Автомобили с этим двигателем ни в коем случае нельзя оставлять под уклоном, если есть риск откатывания автомобиля назад, потому что цепь может перескочить. Таких случаев немало, а во всём виноват гидронатяжитель, который не стопорится, то есть не имеет храповика. Поэтому если цепь и коленвал проворачиваются против часовой стрелки, то тогда натяжитель утапливается и провисает правая ветвь цепи, и тогда происходит перескок и неминуемая встреча поршней и клапана. Оригинальная цепь ГРЭМ стоит $65, а натяжитель $105, а сальник коленвала $14. Если цепь прогрызла направляющие, то надо будет заплатить еще $55 за пару. А вот целый комплект от неоригинального производителя, хороший, стоит $150. Для замены ремня ГРЭМ понадобится еще и герметик, на который нужно насадить кожух и желательно после замены цепи ГРЭМ поменять моторное масло. Ну и для расширения одного процента женской аудитории нашего канала мы решили приглашать почаще нашего Артура. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. Легкосплавная клапанная крышка в этом моторе является постелью распредвалов. Если говорить о состоянии, то никакого износа на кулачках мы не наблюдаем. Отметим, что бывают случаи прогорания выпускных клапанов. Это происходит на двигателях, у которых сильно засорен катализатор, либо же катализатор разрушается. Газообмен в цилиндрах нарушается, клапаны перегреваются и прогорают. Ну а теперь о состоянии прогоревших клапанов мы не видим, но видим следы очень неплохого масложора. В легкосплавный блок цилиндров этого двигателя помещены чугунные гильзы. Ресурс ЦПГ хороший. Единственное, что может испортить жизнь этому мотору, так это экономия на моторном масле. Лучше сократить интервал замены до 7500 км, тем более, что на замену уходит всего 3,2 литра масла. Из-за экономии на моторном масле тоненькие поршневые кольца залегают и появляется жор масла. А бывают даже случаи повышения компрессии в цилиндрах из-за нагара на поршнях. В нашем случае обильный нагар на донышках поршней и хона нет совсем. Важная стопия трудность этого двигателя, что по инструкции нельзя откручивать опоры коленвала. Это приведет к деформации постели. Хотя на практике многие владельцы и сервисмены откручивали опоры, так сказать, меняли вкладыши и соосность опор не нарушалась. Ну а теперь по состоянию цилиндра поршневой группы этого мотора. Обратите внимание, что все поршневые кольца маслосъемные закоксованы, но все подвижны. Если говорить о коренных вкладышах, то мы видим потертости и борозды, а борозды скорее всего от мусора в масле. Коленвал визуально неплох. Шатунные вкладыши бодры как никогда. Верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии. Кому интересно, в блоке нет маслофорсунок. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали маленький неприхотливый двигатель от концерна VAG. Обслуживайте его чаще, меняйте масло вовремя, и тогда вы не вызовете масложора, и он будет вам служить не одну сотню тысяч километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».